В этом году свой 25-летний юбилей отмечает хоровая школа мальчиков и юношей города Конаково. Ее основатели и бессменные руководители Вадим и Наталья Махновские. Профессиональные музыканты, которые с 1995 года воспитывают достойных молодых мужчин, а помогают им в этом уникальные педагоги. Мы гарантируем на выходе прекрасное музыкальное образование, ну к тому же и духовное, и нравственное в первую очередь. Мало педагогов, тем более женщин, девушек, которые могут заниматься, грубо говоря, столбами, с армиями мальчишек. Ведь что такое, когда ты хрупкий, нежный педагог, а перед тобой 45 мальчишек, которых надо привести к единому знаменателю, не только, чтобы они, как говорится, дисциплину держали, но чтобы они чему-то научились. Здесь учат не только пение. Игра на музыкальных инструментах, развитие речи, эстетическое воспитание. Здесь нет места страху перед сценой, учат гордиться своим делом и достойно представлять родной город. Хоры мальчиков – это очень редкое явление вообще. То, естественно, к ним особое отношение и в сфере культуры. И поэтому, конечно, наше выступление, которое мы начали, нас стали приглашать. Сначала стали приглашать в Москву, в Тверь, ближние города, в Дубну, где мы дружим тоже с хором мальчиков. А потом уже дальше мы постепенно-постепенно обрели такую, можно сказать, форму деятельности, которая предполагает различные поездки, различные выступления на разных концертных площадках. Коллективы хоровой школы выступают на лучших российских и европейских сценах, побеждают в самых престижных конкурсах. С особой любовью музыканты выступают в храмах в дни православных праздников. Репетиции порой ежедневно, но никто из ребят не жалеет, что посвятил свою молодость хоровому искусству. Я хожу на хор более 9 лет. Я путешествую. Я благодаря этому смог увидеть мир. Бывал в многих странах Европы. Я пою, мне это нравится, потому что я встали выпить. Мне с детства это нравилось. Я выражаю себя через это. К своему 25-летию школа подошла в совершенстве. И жители города могли бы в этом убедиться, посетив большой праздничный концерт. Но эпидемиологическая ситуация диктует свои правила, и мероприятия принесли на неопределенный срок. И поздравления сегодня только в онлайн-формате. Я не побоюсь этого слова, что у нас не школа, а семья. Мы любим каждого нашего ребеночка, который к нам приходит вместе с родителями, которые его тоже очень любят. И поэтому в этот день, в это время, когда нашей школе 25 лет, хочется всем пожелать, конечно, в первую очередь здоровья. Здоровья нашим деткам, здоровья всем семьям. И пожелать, чтобы эти времена, которые сейчас у нас проходят, чтобы они ушли и канули в вечность. А мы с вами могли бы снова и с новыми силами дарить нашим мальчикам радость жизни, для которой мы и созданы здесь на земле.